Кто такие баптисты? Что их волнует? О чем они думают? Что они считают ценным? Чем они живут? Главная тема. Они расскажут все. Привет-привет, дорогие друзья! Это правда, но мы на самом деле расскажем сегодня все о деньгах, о финансах, о том, что же думает Бог, Библия, о финансах, о налогах, о взятках, о зарплатах, и что конкретно Руслан Илгизович Дулкарнаев сегодня сегодня нашли гость. По этому поводу нам скажет. Друзья, сегодня у нас в гостях служитель церкви Нарской церкви Евангельских хостерн-баптистов Руслан Дулкарнаев. Руслан, привет! Добрый день! И ваш постоянный ведущий Владислав Юртов, как всегда, у микрофона в понедельник в 11 утра в программе «Главная тема». Телефон прямого эфира 8 800 333 17 06, сайт teos.fm, кнопка «Слушать радио», «Задать вопрос», вайбер и у отца, плюс 7 977 850 0996. Есть мобильное приложение Radio Teos позволяет вам также нам писать в прямой эфир сообщение, слушать нас, а нам, соответственно, вас читать. Друзья, если кто-то из вас слушает нас сейчас через интернет, через компьютер, то возьмите, пожалуйста, в руки свой смартфон и пошлите смску на номер 7715 с сообщением «Teos», «Пробел» и сумму, которую вы готовы пожертвовать для развития радио Teos и конкретно передачи «Главная тема». Спасибо вам за ваше участие, за то, что вы не только нас слушаете, но и поддерживаете нас в этих передачах, в нашем развитии. Так, друзья, говорим сегодня о финансах, как я уже сегодня делал анонс в интернете, в социальных сетях, как я сейчас вам сказал, и наш постоянный... Слышатель? Нет, не слышатель. Я хотел подумать, как же назвать человека, который делает постоянные анонсы перед передачами. Наши звукооператоры Александр Анисимов, который всегда предваряет эту передачу своим маленьким анонсом, он вам тоже раскрыл тайну сегодняшней нашей передачи. Друзья, говорим о финансах. Но прежде чем, Руслан, мы будем говорить о финансах, ты, конечно же, немножко расскажешь о себе. Кто ты такой вообще? Как ты оказался баптистом с таким чисто русским именем Руслана Лугизовича Белкарнаев? И еще вопрос такой. Может, даже до того, как ты начнешь рассказывать про себя. Почему, скажи, смотри, мы же сходим с того, что не мы даже, да, Бог говорит нам о том, что любой грех, он равно ужасен, да, не важно какой. Почему же тогда есть две темы, которые особенно ужасны для людей? То есть, мы их, они острые, да, неприятные, и мы избегаем о них говорить много и подробно. Это секс и деньги. Как ты думаешь, почему? Еще власть. Еще власть? Да. Давай про секс и деньги все-таки. Почему эти темы наиболее острые и больные, и мы о них стараемся не говорить, на твой взгляд? Ну, на мой взгляд, что о деньгах обычно не говорят, потому что есть какое-то, видимо, опасение, да, что, может быть, даже неприязнь, потому что как-то с историей связано, что говорили обычно, нам случили, потому что деньги – это зло, деньги – это плохо, от них надо ограждаться. Но реальность такова, что мы каждый день сталкиваемся с этими деньгами, и каждый день мы тратим их, получаем зарплату. То есть, от них никак не избавиться. Это необходимость современного мира, в котором мы живем. Ну, а секс – это такая тема тоже щепетильная. Мне кажется, о ней надо разговаривать. Почему? Потому что со временем проблемы, они касаются, ну, половой жизни, особенно молодых семей и молодых парней и девушек, которые хотят стать семьей. Почему не разговаривают? Ну, тоже, наверное, потому что боятся, знаешь, это вот как в цирках некоторых сказали слово «секс», и сразу все прячутся, боятся. Я не знаю, почему так происходит. Как ты думаешь, это наследие нашего государства, ну, нашей истории, да, мы раньше жили немножко в другой стране, где нас особым образом воспитывали, или это, в принципе, свойственно церкви, на твой взгляд, церкви христианской в любой точке мира, там избегают тем денег и тем половых отношений? Мне кажется, это только в России так. Только в России так, да? Ну, да, и в постсоветском пространстве. Друзья, ну, сегодня про секс мы разговаривать не будем, с Русланом, мы сегодня будем говорить только про деньги, так что кто, если кто-то из вас напрягся в ожидании, нет-нет, сегодня только про деньги. Влад Руслан, скажи, как ты оказался, сколько тебе лет? Мне 32 года. Как ты уверовал, как ты пришел в церковь, чем ты занимаешь церковь сейчас? Мне 32, уверовал я, ну, тоже достаточно, ну, интересно, можно так сказать. Я первый раз о Боге услышал, когда мне было 8, мои родители, они веровали, когда мне было столько лет, ходили в церковь, с собой меня брали, соответственно, потому что я был маленький, оставаться мне дома одному было не очень хорошо, потому что мог что-то натворить. Ну, и со временем, до подросткового возраста я вроде как был послушный, но в то же время в подростковом возрасте у меня сформировалась такая вот двоякая жизнь. В школе я один, дома я другой, послушный ребенок в школе, был такой проказник. Ну, и дальше и дальше начал развиваться, но я не был возрожден, не был. Я ходил, да, я исполнял то, что мне просили родители, у меня были с ним теплые отношения, но со временем у меня получилось так, что я полностью отошел от Бога, и я не знал его, не встречался с ним лично, не общался с ним, и в один прекрасный момент моя жизнь превратилась просто в какой-то такой, знаете, перед тобой сидит один из грешников, который, можно сказать, попробовал все, этот вкусил греха, и я в итоге обратился потом через брата, мы поговорили о воскресении Иисуса Христа, и так я стал членом семьи Божьей, узнал Иисуса лично. Через родного брата, который уже был какое-то время в церкви, да? Да, он служитель церкви в городе Брест. — Скажи, пожалуйста, у тебя никогда не возникало, или, может, твои знакомые, друзья, тебе не говорили, что как-то не свойственно быть человеком с таким именем, и при этом исповедовать христианство, и, в частности, такой, ну, баптизм, да, который, в общем-то, наиболее распространен в европейской, наверное, части нашего континента, нет, да, за границей, но никак не там, откуда ты родом. — Ну, во-первых, Татарстан все-таки в европейской части. — Не, ну да, так-то оно так, да. — Ну, на самом деле, это стереотипы все. Собственно, у меня такой немножко характер, я люблю иногда стереотипы разрушать. Вот, и в Твиттере у меня даже такой ник Татарин Баптист. — Татарин Баптист? — Да. — Чтобы все знали он сразу. — Чтобы все знали, что... Ну, просто есть стереотип такой, что принадлежание к определенной религии формируется, в первую очередь, на этносе, то есть в какой он национальности. То есть если русский, то он про-славный обязательно. Если он, например, Татарин, то мусульмане. Ну и так далее. — Хорошо. Сколько тебе лет было, когда ты пришел в церковь через своего брата? Ну, вновь вернулся в нее, скажем так. — Ой, слушай, я даже по годам-то и не помню уже, вот честно. Ну, это был где-то 2009, наверное, год. — Ну, довольно уже много времени уже, получается, 8 лет. — Да. — Ладно, ты работаешь в банке, насколько я помню, да, и тема финансов для тебя должна быть хорошо известна, хоть работаешь ты там не... — Не с деньгами, как мы знаем, а с пользователями. — Но, тем не менее, эта тема для тебя должна быть близка, понятна, наверное, проста. — Скажи, пожалуйста, есть ли какое-то особенное христианское, скажем так, отношение или христианская этика, христианский взгляд на деньги? Не те стереотипы, которыми мы живем, о которых ты уже говорил, да, что деньги — это зло, а, в принципе, библейское учение о деньгах. Есть оно или нет, Иван? — Ну, Библия, на самом деле, отвечает на многие вопросы в отношении денег, в том числе о плате налогов, как сегодня был заявлен, да, воноси, и в том числе и азиатки. Это даже отдельное слово есть в Библии, шахат называется. — Шахат? — Шахат. И оно, кстати, ну, относительно, но 23 раза упоминается в Библии. — Ты специально готовилась к этой передаче, узнала ли это, нет? — Нет, я до этого изучал этот вопрос, поэтому у меня там в голове помнится мысль такая. — Хорошо, продолжай. — Вот, на самом деле, если Библия уже как бы говорит об этих вещах, то своего рода формируется именно вот уже и богословие, да, то есть, соответственно, по отношению к деньгам, к деньгам, и по отношению, как человек должен относиться к ним. Поэтому оно есть. — Хорошо, ну и вкратце, в чём оно заключается? — Вкратце, в чём оно заключается, что деньги — это, в принципе, ну, я думаю, что это дар Божий. — То есть, это не зло всё-таки? — Да, конечно. Ну, смотри, здесь тоже нужно как бы понимать рассудительно, да, то есть, оно может быть в том числе и даром, может быть проклятием. Это как обычный кухонный нож. Этим ножом можно пользоваться для того, чтобы колбасу нарезать, да, или сыр на хлеб намазать. Либо это взять его и пойти к соседу, и за то, что он громко шумит, можно сказать, причинить ему вред. — Ему что-нибудь отрезать. — Ну да. То есть, тут тоже рассудительность, и на самом деле важно, как ты к этому относишься. — Слушай, ну, взятки, как и налоги, они, наверное, всё-таки не имеют никакого религиозного или национального окраса, да? То есть, ты либо платишь, ну, ты являешься гражданином какой-то страны и должен исполнять законы этой страны. — Да. — Да? И вопрос взяток, и вопрос налогов, он тоже входит в сферу интересов государства, наверное. — Не только. — Почему же ты говоришь о том, что существует какая-то специальная христианская этика по отношению к этим вещам? Она чем-то отличается от светской этики, от светских правил? — Ну, смотри, здесь вопрос такой, что современное общество, да, особенно западное общество, оно было сформировано под влиянием христианской этики. И если, например, мы смотрим западное развитие, то очень большое влияние оказало на вот эту этику кальвинизм как таковой, да? Ну, как мне кажется. И отношение именно Бога к этим вещам, он тоже достаточно прозрачен в Библии, когда мы читаем и видим, что Бог говорит о том, как относиться к деньгам, как относиться к налогам, как относиться к взяткам. И здесь мы видим, что в современном демократическом обществе оно достаточно видно. — Хорошо. Давай так, чтобы все понимали, о чем мы говорим. Что же такое взятка вообще, на твой взгляд? Взятка — это? — Взятка — это что-то тайное, которое было дано власть имущему, сокрытое, для того, чтобы нарушилась справедливость. — Нарушилась справедливость? — Да, справедливость. — А если ты подталкиваешь эту справедливость этой взяткой? Является ли это взяткой? Смотри, я могу давать деньги, чтобы получить какую-то услугу, да, в обход тебя, например, либо я даю тебе взятку, как власть имущему или как, не знаю, представителю, неважно какой профессии, для того, чтобы ты, наоборот, исполнил то, что ты должен исполнить и так, но ты это не исполняешь, вымогая у меня деньги. Это является взяткой, на твой взгляд, или нет? — Ну, на самом деле, здесь уже неправильное отношение именно от власть имущего в своей работе. Я считаю, что если так человек поступает, то, в принципе, ему, наверное, стоит заняться, может быть, чем-то другим. — Не, я понимаю, но ты говоришь, что взятка — это нарушение справедливости путем какой-то финансовой подушки, финансовой стимуляции, не важно, не финансовой, а материальной стимуляции, в любом виде ее. Я тебе задаю другой вопрос. Является ли взяткой вот это, когда ты, наоборот, не нарушаешь справедливость, а хочешь добиться справедливости путем? — Ну, это тогда, получается, тебя вынуждает дать взятку. То есть здесь тоже нужно различать. Либо когда тебя добровольно, да, то есть ты идешь специально, даешь взятку для того, чтобы там разрешился какой-то вопрос. Либо тебя вынуждают дать взятку, и ты без взятки уже никак не можешь. Это два различных вопроса. На мой взгляд, если тебя вынуждают дать взятку, и от этого зависит многое, ну, представь такую картину, ты, например, приезжаешь в другую страну, и ты понимаешь, например, что там купить некоторое оборудование, которое тебе необходимо в быту, то есть стиральную машинку, например, холодильник или так далее. Ну, сейчас это, конечно, более доступно, да, но вот, например, в 90-е годы, когда люди приезжали в другие страны, им, например, выгодно было свою технику перевозить. И вот представь на таможне, тебе человек говорит, я хочу получить от тебя некоторую сумму денег, чтобы ты получил тот груз, который ты переправил к нам в нашу страну. Тебя вынуждают, да, от того, чтобы, ну, ты дал взятку. И если честно, Библия говорит о том, что, в принципе, если тебя вынуждают дать взятку, то можно дать. Где это написано, и что по этому поводу написано? Значит, по этому вопросу написано в книге «Притч», по-моему, 9 глава, насколько я помню. Сейчас, секунду. Ты сейчас просто разрушаешь своими словами, опять же, те же самые стереотипы у людей, да, которые говорят о том, что взятка в любой форме является неугодной для Бога, и уж тем более невозможно для любого христианина, поэтому надо тебе все-таки подкрепить свои слова какими-то стихами из Библии. Ну, когда, например, там в этой книге «Притч» на самом деле указано то, что если ты взятка, она может, так сказать, умерить пыл власть имущего. Я вот, честно, вместо забыл, вот, в том плане, что, когда, например, он тебя требует взятку, и когда, на самом деле, ну, рассудительно, да, ты можешь, в принципе, дать взятку, а можешь не дать. Если ты дашь взятку, то у тебя будет, например, эти вот блага. Ну, представь, да, стиральная машина в нашем современном мире, она необходима, особенно если у тебя, например, много детей, да, то есть риск того, что у тебя дети могут заразиться там лямблями, еще что-то, да, то есть то, что может повлиять на твое здоровье. А если, например, ты не дашь взятку, то весь твой груз отправится туда, откуда ты прибыл. То есть, в принципе, ну, ты не получишь ничего. И, если честно, сам Иисус в 23 главе, по-моему, Евангелие от Матфея, он говорит о том, что, значит, фарисеи настолько, ну, нагрузили народ вот этими различными... — Правилами. — Правилами, да, в том числе вот именно платами за, такое называется слово, по-моему, карван, или ковран, я не помню точно. — Карван. — Да, то есть это дар Богу, но настолько нагрузили, значит, простых людей, что они вынуждены на это были платить. — Но там, по-моему, все говорится немножко о другом. Хорошо, в твоей истории личной были ситуации, когда ты давал взятку или когда ты добивался справедливости, снабжая человека? — То есть первый момент. Давал ли ты взятку в том смысле, в каком ты сказал, да, то есть обходил кого-то и получал блага незаконным способом путем материальной стимуляции? И были ли в твоей жизни ситуации, когда ты, если ты, конечно, готов на эту тему говорить, искренне, откровенно, и были ли в твоей жизни ситуации, когда ты просто получал причитающееся тебе, да, но, к сожалению, путем дачи взятки? — Да, напрямую не был, сразу скажу. Напрямую не был, но был свидетелем некоторых событий, когда именно приходилось людям давать взятку для того, чтобы получить тот груз, который даже не для личных целей был использован, но для того, чтобы послужить другим, то есть оказать любовь ближнему. — Артем из Эстонии нам пишет сообщение «Притча 21.14. Подарок тайный тушит гнев, и дар в пазуху сильную ярость». Но это ведь не означает, что Бог тебе позволяет и разрешает делать это. Это просто консенсация, ну, это описание ситуации просто, да, что если ты это делаешь, и гнев утихает, и ярость утихает, да, но это не означает, что право тебе дается на это. — Ну, смотри, сам Иисус даже, да, когда занимался своим служением на земле, он, да, он открыто противостоял своего рода, да, современной текущей системе, но в то же время он ждал своего часа. И здесь, конечно, такой очень скользкий вопрос, да, но в определенное время, когда он уже открыто противостоял текущей системе, уже они не смогли его, так сказать, выносить, и они уже замыслили того, чтобы как его убить. — Убить. — Убить. Об этом Библии, Новый Завет, Евангелие очень открыто пишут. То есть не надо там каких-то богословских образований, чтобы увидеть это. И причина, одна из причин, почему так произошло, что Иисус пошел против системы. И вот его речь как раз-таки, да, вот в 23-й главе, когда он очень сильно, по-моему, 23-й, насколько я помню, обличает фарисейскую систему и так далее, она вот на самом деле была толчком. Ну, к тому, что... — К тому, что что? — Ну, к тому, чтобы его указнили, и он пострадал. — Хорошо. Смотри, ты говоришь о том, что в некоторых случаях давать взятки, ну, нормально и можно, на твой взгляд. Но мы знаем о том, что по закону любого государства, как дача взятки, так и получение взятки является нарушением этого закона. То есть фактически сейчас ты говоришь о том, что... Это твои слова, я повторяю, да? Это не мои фантазии, а твои слова о том, что можно давать взятку в случае, когда ты путем взятки добиваешься справедливости. Или, скажем так, Бог на это не смотрит так, как на грех. — Ну, я бы хотел сказать так, что иногда обстоятельства в жизни и Божьи водительства таковы, что будет правильно дать требуемое. То есть когда от тебя требуют взятки. Вот ты дай мне взятку, и всё, иначе у тебя будут проблемы. — Ну, ты же в этом случае можешь пойти... — Ты можешь пойти, ты можешь и дать взятку, если ты готов. — Нет, ну ты можешь пойти куда-то, куда можно написать заявление об этом, да? — Можно, да, да. — А можно, например, даже не написать заявление и дать взятку спокойно, чтобы не, ну, как бы сказать, не усложнять ситуацию. Потому что бывает так, что если у тебя есть время, если у тебя есть силы того, чтобы противоставить к определенным моментам вот этим, которые в тебя втаскивают насильно, то, пожалуйста. А можешь просто дать и не париться. И об этом, в принципе-то, ну, я что хочу сказать, да? То, что иногда даже правильно дать требуемое, да? Чтобы, ну, опять-таки, чем потерять то, что тебе дорого и не заплатив при этом. — Ты не боишься, что сейчас люди пойдут все, услышав нашу передачу, твои слова? — Да, я хочу сказать следующее, что некоторых есть призвание не платить, а некоторые все-таки немощные, да, могут. — Не будут ли сейчас все люди оправдываться своей немощью и идти вопросы свои решать путем взяток? На самом деле, мы же окружены различными ситуациями, да тысячами ситуаций, когда тебе что-то не додают или даже отказывают тебе, потому что хотят от тебя, может быть, даже не взятку получить, но что-то от тебя получить, в общем, да, не хотят. И ты ускоряешь процесс, ты не ждешь, ты нетерпелив, ты не ждешь месяц, два, хотя знаешь, что этот вопрос можно решить за неделю, предположим, да? Приносишь деньги и получаешь за неделю все то же самое. И сейчас все пойдут и понесут. — Ну, опять же, здесь же опять две ветки. То есть, либо тебя вынуждают дать взятку, то есть, ты вот без него уже никак не можешь. И в Библии, в принципе, нету каких-то таких требований, что нельзя давать, да, если тебя вынуждают. А в другое дело, там, например, когда ты личную прибыль получаешь от этого всего. Вот здесь лучше задуматься, здесь лучше, ну, как бы, здраво подойти. Может быть, оставить это, потому что ты идешь против Бога, ты идешь против Его заповеди, да, и тебе нужно это оставить. — Может быть, есть другой путь. — Я понял. Но тебя могут не вынуждать, но сказать, ну, приходи ты через, там, три месяца, через пять месяцев, а тебе нужно сейчас. — Ну, это ты можешь подождать. — А если не можешь? — Здесь лучше взирать на Бога. — Хорошо, хорошо. Как найти эту грань, да, как оценить ситуацию правильно человеку, в которой, вот, ну, возникает вот такой момент острый, да, как оценить правильно ситуацию, давать или не давать, стимулировать или не стимулирую его, на твой взгляд? — Да, на мой взгляд, ну, вот мы даже затронули одну из тем, вот та же самая, например, транспортировка, да, и таможня. Ну, это такое, в 90-х годах достаточно такой популярный момент был. Либо, например, дать взятку какому-нибудь чиновнику, чтобы он тебе дал какую-то возможность бизнесу, там, или еще что-то. Вот, это совершенно две разные, то есть, когда тебе необходимо или когда ты получаешь прибыль. — Да, друзья, должен вам сказать, что мне редакция не всегда совпадает с мнениями наших гостей, и, наверное, это тот самый случай, когда я, наверное, не соглашусь во всем с Русланом, потому что я думаю, я был в такой ситуации, как раз, да, у меня, лично у меня была, была в жизни ситуация, когда, к сожалению, я простимулировал, скажем так, человека, чтобы получить от него нужное и необходимое мне. Я совершенно точно мог подождать, потом, как я оценивал эту ситуацию, я мог бы подождать, наверное, и три месяца, и четыре месяца, но для меня это было, скажем так, неудобно. — Да, это неудобно. — Очень сильно неудобно, и для меня, и для моей семьи ждать эти четыре месяца, эти пять месяцев, да, и мне предложили. Я там никого не обходил, я вообще никого не обходил, да, я не нарушал, скажем так, чью-то неприкосновенность, чью-то свободу или право кого-то другого получить то же самое, что... Я хотел бы получить, да, просто, ну, либо я получил бы это, либо не получил бы это. — Ну, как они выступали, вот, в роли кого? В роли спасителей твоих? — Ну, мне нужно получить былую услугу по здоровью, скажем так, свою, собственно, ну, для своего здоровья. — Ну, это необходимость. — Ну, это была необходимость, да. — Получается, они тебя вынуждали дать взятку, хотя могли, например, сделать чисто по любви к тебе как ближнему. — Нет, я же могу подождать четыре месяца, там, или пять месяцев. — Ну, тогда бы у тебя были осложнения, проблемы. — Ну, возможно, а возможно бы и не было. — Ну, тут, видишь, в медицине есть такие моменты, что лучше не ждать, лучше, ну, как бы сразу реагировать. Это одна из таких вот ветвей, да, одна из таких областей, когда именно, ну, лучше, чем быстрее, тем лучше. — Хорошо, Галина из Москвы пишет о том, что любая взятка — это сделка с совестью. Любая, значит, любая, да, абсолютно все взятки — это сделка с совестью и, соответственно, оно является грехом. Как избежать категоричности? Ведь мы знаем, что бывают, на самом деле, ситуации, допустим, твой ребенок заболел, да, твой ребенок заболел, у тебя требуют, неважно что, чтобы ему помочь. Естественно, ты отдашь. Ну, скажем так, я бы отдал, ты бы, может быть, отдал бы, и тысячи других людей отдали бы. А кто-то бы, кто-то бы сказал, нет, это грех, я не буду давать деньги, я не буду давать взятки, потому что это грех перед Богом. Если мой ребенок умрет, значит, в этом есть воля Божья. Вот что ты скажешь на это? — Знаешь, вот у одного человека была похожая ситуация. Его зовут Павел Апостол. Он находился в заточении. — Вы знакомы? — По писанию, да, знакомы. И он находился в заточении. Он в доличное время находился в заточении, и у него тогда такой был человек, зовут Валерий Феликс. Он его периодически вызывал к себе, и он очень с ним долго общался, разговаривал до тех пор, пока его не сменили. Его тогда сменил Фест. Но общался он для того, чтобы надеялся, надеялся на то, чтобы получить взятку. Вот скажи, вот как в такой ситуации поступил бы апостол Павел? Он мог бы дать взятку, и при этом он бы достаточно хороший плод бы принес церкви. Он был горячим боговестником, он горячий, основывал много церквей, он ездил, значит, по городам, крупным городам, и основывал там церкви. Если бы его выпустили за взятку, он бы принес большой плод церкви, но он же не дал взятку. Я считаю, что, во-первых, мы не можем судить о событиях, которые уже произошли в таком виде, да, что было бы, если было бы. Это первое. Но все-таки, если это сделать, мое мнение таково. У Павла не было бремени в виде семьи. Он был сам по себе, вообще сам по себе. Не было никого, за кого он был бы ответственным, как за своих детей, жену, родителей и т.д. Поэтому это его личное право выбирать, как поступать в данной ситуации, давать или не давать, наверное. Но, с другой стороны, я не знаю, какие были законы в той стране, в которой он жил тогда, находился. Было ли грехом, с точки зрения закона, давать взятку государственным служащим в этой ситуации? Потому что мы знаем о том, что на самом-то деле были в истории мировой моменты, когда взятка была практически узаконена. Кто больше даст, тот и прав. Да, то же самое в Библии мы читаем. Это на уровне закона было. Поэтому в данном случае дача взятки – это даже не взятка. Потому что этот процесс регламентирован, скажем так, государством. Кто больше даст, тот и прав. Ну, в природе Божьей это противно им. Сами взятки противны им. Ну, то есть дача взятки Павлом Царедворцев в том ситуации была бы грехом. И это значит, что если твой ребёнок заболеет и будет при смерти, дача взятки, чтобы вывасили, тоже будет грехом. Грех, он неважно какой, маленький или большой. Но я опять же говорю, если тебя вынуждают взять взятку, то есть реально лучше решать это мирным путём, обходным путём, стараться избежать этих взяток. Возможно, что есть другие способы решения этой проблемы. Но когда тебе вот реально последняя инстанция, финал, финиш, и тебе говорят нет, тебе нужно дать взятку, тогда в этом случае лучше дать. Потому что здесь, на мой взгляд, потому что здесь ты в первую очередь, можно сказать, ближнему, что ли, делаешь благо. Хорошо, спасибо. Вы слышали мнение Рослана Дулу. А, ты что-то хочу сказать, да? Да, я хотел просто сказать, почему в Божьей природе сам по себе грех взяточничества, он как бы противен. Он очень много обсуждает это. И вот в 10 главе второзакония, там 16 стиха, там достаточно подробно описано. «Так, обрежьте крайнюю плоть сердца ваше, будьте в прежде с таковыми. Господь Бог ваш, есть Бог богов. Владыка владык, Бог великий, сильный и страшный, который не смотрит на лица и не берёт даров». Вот этот дар, слово, это как раз шахат, то есть не берёт взяток. Я продолжу. Вы слышали, друзья, мнение Руслана Дулу Карнаева о том, что давать взятку категорически нельзя, если только если, да, у тебя... Если есть возможность не давать взятки, если у тебя не вымогают... Если не вымогают, да. Давать её категорически нельзя. Но если ведь... Всё-таки я с тобой не согласен, но мы через минуту продолжим. Баптисты. Одно из направлений протестантского христианства. В мире насчитывается порядка 60 миллионов человек. Среди них известные музыканты, учёные, актёры, бизнесмены, президенты, а также ведущие и гости этой передачи. Телефон прямого эфира 8 800 333 1706. Вы можете присылать свои сообщения через сайт teus.fm. Главная тема. — Друзья, мы тут посоветовали с Русланом, пока шла вот эта вот пауза такая, решили, что всё-таки этот вопрос нужно рассматривать не в общем, да. Нельзя вопрос взяток вообще рассматривать в общих чертах. Нужно брать конкретную ситуацию, конкретную ситуацию, учитывать все нюансы, и рассматривать их, и только в этом случае принимать окончательное решение, да или нет. Но в любом случае мы понимаем, что для Бога противна любая форма урегулирования вопросов путём взятки. Хорошо, мы перейдём к другому вопросу, к налогам. К налогам, о чём тоже написано в Библии, как считает Руслан, и он нам сейчас об этом совершенно подробнейшим образом расскажет, о том, что же пишет Библия по поводу налогов, что это такое, почему Богу угодно, чтобы мы платили налоги. Или наоборот, не угодно, если вдруг такое написано в Писании. Давай, говори. На самом деле, да, о налогах очень, ну, несколько текстов Священного Писания, которые мы видим, что Бог говорит о налогах. И на мой взгляд, вот как в современном, опять же, в демократическом обществе, основа положением даже налогов современные направления, да, то есть, именно как проявление любви к ближнему, то есть, современная, ну, законодательная система налогообложения, она существует для того, чтобы те направления, да, в обществе, то есть, в сферах общества, где они необходимы, налоги приносили определенную пользу. Ну, например, сфера здравоохранения, сфера образования, то, чтобы доступно людям было образование. Раньше, ну, соответственно, если у тебя есть деньги, ты обращаешься к определенным учителям, ты им платишь, они обучают твоих детей. Современная система, она построена так, что мы отчисляем часть налогов для того, чтобы наши дети могли получить образование, наши больницы имели финансы для того, чтобы нас лечить, да, то есть, обследовать и так далее. И вот основоположением всей вот этой системы, на мой взгляд, в Библии является притча о добром самареи. Если помнишь, в самом начале там был такой момент, что учитель закона спросил, как наследовать жизнь вечную. И Иисус ему говорит, что написано в законе, что ты там читаешь. И он сказал, что есть две заповеди, возлюби Бога всем сердцем, и возлюби Бижнего, как самого себя. И он спрашивал, ну, такой, знаешь, лукавый вопрос, да, а кто мой ближний? И тогда Иисус рассказал эту притчу о том, как некто там, мы не будем ее сейчас, конечно, пересказывать полностью, но в итоге он сказал, идите и поступайте так же. То есть, в принципе, здесь говорится о том, что Бог повелевает нам заботиться о своих ближних. И вот современная вот эта система налогообложения, она именно позволяет реализовать вот эту вот заповедь, возлюби своего ближнего. Хорошо. Из этих слов можно сделать вывод, что на самом-то деле, на самом-то деле, государство, где я живу, неважно, какое оно, в каком государстве я живу, мне не обязано предоставлять ни бесплатного образования, ни бесплатной медицинской помощи. Это фактически проявление любви государства ко мне, да, как гражданин своей страны. Правильно? И то есть требовать, требовать я не имею права. Это современно. А раньше было совершенно по-другому. Раньше, например, в древнем Израиле было четыре различных налога, и бедный народ без того, да, то есть практически обирался вот этими четырьмя налогами так, что у них просто денег ничего и не было. Но бывает и сегодня, мы имеем слишком большие налоги, да, в некоторых странах до 90% люди платят налоги на свои доходы. Это справедливо или нет? Ну, если они, смотри, народ, да, современно демократическое общество, мы опять-таки рассматриваем, он свободен выбирать себе правительство. То есть у него есть законное право выбора. И это правительство является представителями, да, вот этих людей. И они формируют именно вот эту законодательную базу, в том числе и налогообложения, для того, чтобы вот эти налоги, которые они собирают, они функционировали правильно. То есть они говорят, что вот, извините, да, у нас не хватает бюджетных средств для того, чтобы обеспечить вам достойное, ну, там, образование достойного здравоохранения. Мы должны вынуждены повысить этот налог. Если действительно, да, это так, если они могут объяснить это все, то они поднимают. Хорошо, я бы сказал так еще в окончании немножко, может быть, не в окончании, может, немножко еще продолжим. Есть люди, которые говорят о том, что они не в состоянии помочь ближнему по разным причинам. У них нет времени, у них нет возможности помогать, потому что они, ну, опять же, нет времени, нет финансов и так далее и тому подобное. На самом-то деле, все мы в состоянии помочь своим ближнему, своим старикам, своим беспризорным детям и так далее, кому-то нуждающимся, кто в лечении нуждается. Да, если мы будем верно и в полноте платить налоги, то фактически это и есть проявление нашей любви. Да. Хорошо, но масса людей, которые зарабатывают, скажем так, неофициальным путем, они проводят какие-то консультации на дому, они занимаются ремонтом квартир, тоже неофициально устроенные и так далее, и тому подобное. Огромная сфера есть деятельности и бизнеса, скажем так, в нашей стране, да и не только в нашей стране, которая... Ты имеешь в виду черную кассу? Ну, почему черную кассу? Ты сейчас пойдешь ко мне на огород, я тебе скажу, Руслан, пошел в скопальне, 20 соток этих огородов, я тебе заплачу там 5 тысяч рублей за это. Мы что, мы заключим с тобой договор подряда? Нет, конечно, в том-то и дело, да? Ты придешь ко мне на огород, закопаешь его, я тебе там 5 тысяч рублей, с которых, по идее, ты должен был бы, наверное, заплатить некий налог или нет? Ну, ты официально юридическое лицо являешься. Нет, конечно. Почему нет? Ты пришел, но мы же... Почему тогда мы должны платить? Ну, в смысле, налог за то, что ты являешься физическим лицом. Есть же по доходу налог, который платят частные лица. Есть. Да. А есть, например, просто бытовые взаимоотношения. Ты мой родственник, я твой родственник, почему мы друг другу не можем помочь? То есть, если это не систематическое зарабатывание, то платить налоги тут не обязательно, да? Конечно. Так говорит Писание или так говорит наш закон? Я думаю, что это нормальное здравое отношение. Нормальное здравое отношение? Да, конечно. Хорошо, что ты еще скажешь нам про налоги? Налоги? Ну, слушай, вот я опять же говорил, да, то, что в древнем Израиле были четыре системы налогов. Налог был настолько обложен. Но вот интересно, что Иисус, он также и говорит, что мы являемся сынами Бога. Вот, к примеру, в Евангелии, сейчас помню. Там написано про ситуацию, когда у Иисуса Христа просили храмовый налог. Да, совершенно верно. 17 глава. И он, обращаясь к своему спутнику, спрашивает, да, должен ли сын царя платить налог царю? Да. Тот говорит, конечно же, нет. Да? Тогда, мол, и я не должен, но, чтобы не было... Да, чтобы не соблазнить. Я заплачу. Да, причем самое интересное, что он отправляет Петра с совершенно нелепым, ну, такой просьбой. Иди, поймай рыбку, и ты там найдешь... Да, это одно из чудес. Но ты, на самом деле, считаешь, что эту ситуацию ты можешь перенести на себя. То есть, взять, одеть на себя, скажем так, одежду Иисуса Христа в данной ситуации, сказать, что я не должен платить налоги, потому что я сын царя, я же верующий христианин. Опять же, две заповеди. Возлюби ближнего, да, и возлюби Бога. Если заповедь, возлюбить ближнего насильнее, если ты видишь то, что действительно те налоги, которые ты платишь, они уйдут на то, чтобы послужить близким, да, а не, например, как в авторитарных государствах, да, в карман. Или как в Римской империи было, на то, чтобы цезаря облагоустроить, то да. Хорошо, возьмем тебя. Ты программистер. Здесь видно, что, в первую очередь, это забота ближнего. Потому что, если ты не будешь платить налоги, то, соответственно, твой ближний не сможет получить ни услугу в поликлинике, ни в больнице. Твой сын может, или дочь не сможет получить образование. Ты программист. Ты работаешь официально устроенным работником в банке. Представь, что я тебя сейчас нанимаю, чтобы ты преподавал программирование моему сыну. Ты будешь регулярно приходить ко мне домой раз в неделю, или два раза в неделю, и будешь учить моего ребенка. За что будешь получать деньги, естественно? Вот это уже получается регулярный заработок, который ты систематически получаешь от меня. Совершенно верно. На твой взгляд, в данном случае, ты должен платить с этого налоги или нет? Да. Я буду платить с этого налоги. Каким образом? Ну, зарегистрирую хотя бы частное предприятие, то есть ИП. И ты считаешь, что таким образом должны поступать абсолютно все люди? Если я это делаю систематически, если это не хобби мое, то есть я даже безвозмездно это делать, например, буду, а если за денежку, соответственно, то да, надо это оформлять. Это на самом деле большая бич. Потому что, как мне кажется, опять же, это мое сугубо личное мнение, если в таких бытовых вещах, когда мы делаем что-то систематически, это второй, можно сказать, второй наш заработок, вторая наша работа. То есть мы тратим на это время, мы тратим на это деньги, и мы, соответственно, должны брать ответственность за то образование, которое мы даем. Если мы готовы к этому, тогда нужно регистрировать предприятие. Если ты не готов брать ответственность за то, что я, например, твоего сына обучу программированию, я ему там буду какую-то ерунду говорить, а он это будет принимать, то я делаю свои услуги некачественно. Ты согласен с тем, что так же много неверующих, как и верующих занимаются этим шабашеством, занимаются дополнительными заработками. На самом деле, такое же количество людей верующих, христиан этим занимается, как и неверующих. И эти финансы, они выходят в тень, грубо говоря. Мы не платим с них налоги, мы не показываем нашему государству. И таким образом, мы не только нарушаем закон государства, в котором мы живем, но мы, по сути, порочим имя Бога, которым мы прикрываемся, называемся христианами, но не поступая по-христиански. Ну, ты же христианин. Сделай мне скидку. Не-не, это следующая тема, к которой мы коснемся. Я про налоги говорю, о том, что любой человек, который является христианином, должен стремиться всем сердцем к тому, чтобы любой свой доход, если он систематический, скрывать и платить с него какие-то налоги, потому что таким образом он, во-первых... Он, во-первых, показывает другим людям, что можно вести честный бизнес, опять же, даже если это твое хобби. Ну, ты за это получаешь, соответственно, если ты берешь ответственность, опять же, на это, то есть то, что ты готов брать ответственность. Ты показываешь другим людям из мира о том, что ты ведешь честный бизнес. И ты показываешь реальный пример для того, чтобы общество вокруг тебя, которое видит, что твои добрые дела, можно сказать, прославило того, кто действует в тебе. Скажи, а может ли честная выплата налогов в таких ситуациях быть такой своего рода евангелизацией, благовестием? То есть рассказом о Боге, о моем, и о моей вере в Бога. Конечно. Один из моих любимых стихов в Библии Даниила 6.5, если не ошибаюсь, сейчас я его найду, потрясающий стих, там написан так. И эти люди сказали про Даниила. Не найти нам предлога против Даниила, если мы не найдем его против него в законе Бога. То есть человек был настолько безупречен в своем, в гражданском поименовении в своем, что к нему было не подобраться, не предъявить ему претензию, как только лишь подойдя с другой стороны, в его отношении с Богом. И, наверное, к сожалению, не все из нас безупречны в этих вопросах, но мы должны стремиться к тому, чтобы к нам нельзя было придраться, особенно если люди какие-то есть, которые специально только этим и занимаются, чтобы найти изъян в нашей вере, в наших отношениях с Богом, чтобы никто никогда, будь такая ситуация случится, не сказал бы, да какой он христианин, ведь он не платит налоги, а значит, не подчиняется государству, и какой он пример подает всем остальным. Да? Да. Хорошо, есть еще одна тема, которую ты сам только что поднял, у нас осталось совсем мало времени, тема условно назовем ты же христианин. У нас есть такая вот дурная привычка у всех нас на самом-то деле в той или иной степени, я думаю, что почти у всех в той или иной степени, когда мы обращаемся к нашему другу, брату, подруге, сестре, верующей христианке и говорим, ты же христианин, но сделай мне скидочку, да, или сделай мне то бесплатно, ну послужи Богу таким образом, окажи мне услугу и не требуй с меня ничего, ведь мы же христиане, да, ну надо же любить друг друга. Является ли это нормальным, либо это какая-то такая подлинная вещичка, от которой нужно избавляться в своих отношениях с людьми? Надо избавляться. Почему мы так поступаем? Почему поступаем? Ну, наверное, плоть наша так говорит, нам подсказывает, говорит, что ну ты же христианин, мы же с тобой братья и сестры, ну почему ты нам это не делаешь? А может быть у этого человека это хлеб, то есть он этим самым зарабатывает. И, например, ну представим, ты являешься владельцем какого-то магазина, а я прихожу к тебе и хочу купить у тебя товар. Ты христианин, я знаю, и я тоже христианин, ты тоже знаешь. Я прихожу, сделай скидку. С одной стороны, я лукавлю, потому что я знаю, что ты зарабатываешь этим на хлеб. И требуя к тебе скидку, я фактически вынуждаю тебя, манипулирую тобой вот этим вот выражением, ты же христианин, для того, чтобы получить для себя выгоду. Это неправильно, потому что, если я люблю тебя, ну как мне кажется, ну зависит еще, конечно, от общества. Я вот еще и добавлю тебе сверху. Например, восточных стран, для того, чтобы прийти и поторговаться, это для них кайф тоже. Это даже для них приятно будет, потому что они с тобой таким образом общаются, они получают радость от этого. Если в восточных странах, это нормально, но мы все-таки больше к западному стремимся. Поэтому тут тоже, знаешь, грань такая. Если это приносит радость тому человеку, с которым ты просишь у него эту скидочку, то это одно. Если, например, ты видишь то, что его семья и так, кое-как пытается свести концы с концами, но при этом ты манипулируешь этим и говоришь, дай мне скидку, это, я считаю, неправильно. Это показывает твоё неуважение к этому человеку, это не проявление любви. Ну, опять же, мы читаем в Библии, где написано, что трудящие достойны пропитания, и ты, наверное, не имеешь права требовать, исходя даже из этого, не имеешь права требовать за его работу фактически бесплатно её делать, потому что он тратил время, которое он мог потратить на то, чтобы заработать для своей семьи средства. Более того, я хочу даже подчеркнуть, что есть проблемы от того, что когда ты требуешь даже скидки. К примеру, у меня был такой случай, когда у стоматолога например, лечил зубы. Много зубов пришлось делать, и он говорит, давай я это тебе сделаю, здесь лучше не плати, я сам за свои средства. Хотя я понимаю, что это его хлеб, я говорю, нет, ну да лучше, я тебя заплачу. Во-первых, это побуждает человека к ответственности. Бывает, что человек даёт скидку, он думает, а сделай как можно. Знаешь, так это безответственно, без какого-то определённого подхода. А когда ты говоришь, нет, сделай как мне, то его это вынуждает, сделать качественно, хорошо, и при этом он тоже появляет тебе любовь взаимную, можно так сказать. Что ты скажешь по поводу бытовых, вот таких взяток, бытовых, когда мы в быту, и есть ли вообще такое понятие на самом деле, или это придумали для того, чтобы просто, скажем так, немножечко, мы опять возвращаемся к взяткам, немножечко компенсировать вот это ужасное слово взятка, слово бытовая, да, но это же в быту, мы же между собой всё это вот. Бытовая взятка можно даже считать, когда, например, твой ребёнок поступает в университет или хорошую школу, и ты даёшь на лапу недобросовестному чиновнику. Тоже бытовая взятка? Это считается тоже бытовой взяткой. Да? А есть ли какое-то юридическое понятие такое бытовой взятка? Ну, бытовая, я не знаю, так вот её называют. Хороший вопрос. Я, к сожалению, не сталкивался с такими моментами. Смотри, в той же самой поликлинике в зубной ты можешь заплатить за услугу непосредственно врачу, который тебе делает операцию во рту, у тебя там, да, копается, либо ты пойдёшь в кассу и эту же самую сумму заплатишь в кассу. Вот ты бы как поступил? В кассу. Но тебе всё равно, вот тебе реально всё равно по большому-то счёту кому отдавать деньги. Ты в любом случае должен 1000 рублей отдать. В любом случае 1000 рублей. Если я хочу отдельно поблагодарить своего доктора, я поблагодарю его отдельно. «Правильно, я лучше пойду в кассу». То есть ты никогда… И даже понимаешь, что этот врач может на тебя обидеться и неправильно проследить тебе зуб за то, что ты не дал ему лично, а пошёл в кассу отнес деньги. Если я даже догадываюсь об этом, я лучше ему отдельно заплачу. То есть ты дашь ему взятку. Получается так? Нет. Смотри, простая ситуация. Ты вот у стоматолога. Тебе предлагают два варианта. Я понял тебя. 1000 рублей отдать лично в руки стоматологу и получить услугу. Я понял тебя. Либо 1000 рублей отнести в кассу и эту же услугу получить. Ты и так, и так вот услугу получишь. Но если ты отнесёшь в кассу, ты можешь расстроить врача, у которого дрогнет рука. Случайно. Случайно. Иди сону подтвердить. И апилит он тебе другой зуб. Ты бы как поступил? Ну, нарушая, так сказать, свою этику, да, этот врач, сверляя мне другой зуб, во-первых, я бы тогда отказался от услуги этого стоматолога. Так ты не можешь ему отказаться, он тебе уже его пилит. Ну, даже пусть он отпилит. Но я пойду к другому стоматологу, который восстановит всё это дело. А второе, всё-таки я бы пошёл в кассу. Даже понимая, что, возможно, у него дрогнет рука из-за этого, из-за расстройства. Да, потому что здесь, в первую очередь, я смотрю на Бога. Я взираю на Бога, и я надеюсь, что Бог, возможно, поработает в его сердце. А если речь о твоей любимой жене? Даже если это... Я ей скажу, что возможно, что есть такая вот ситуация. Как ты согласна пойти к этому доктору или нет? В любом случае, когда ты садишься на кресло, ты уже знаешь наперёд, что это за человек. Да, возможно. То есть, хотя бы отзывы почитаешь в интернете или ещё где-то об этом стоматологе, как он себя ведёт, как принято у него, когда лежишь у него на седалище, да? Седалище. Ладно, друзья, спасибо, Руслан Далкарнаев. На самом деле, у нас ещё есть буквально полторы минуты по этому поводу, но в общем целом, вывод, который можно сделать из твоих слов, опять же, это не означает, что я с тобой согласен, да, но всё-таки нужно быть безупречным в финансовых вопросах во всех ситуациях, да, потому что вопрос финансов, это тоже вопрос ваших взаимоотношений, друзья, с Богом, да, насколько вы безупречны, безупречны в своих финансовых вопросах, то это показывает вашу, ну, глубину ваших отношений, да, наверное, и чистоту ваших отношений с Богом. Кроме того, если вы не безупречны в финансовых сферах, то в любом случае это видно, это видно другим людям, и даже, возможно, тот же самый человек, которому вы дали взятку, завтра он придёт в церковь, потому что Бог его туда привёл, и увидит вас там, того человека, который вчера дал ему взятку. Это означает, что он будет судить о вашей вере вот по тому факту, что вы когда-то дали ему взятку, то есть в вашем христианстве он уже будет сомневаться, чтобы таких ситуаций не возникало, а мы никогда, да, не будем знать на самом деле, где и когда всплывёт наш грех, а грех всплывает всегда, не в этой жизни, так в следующей жизни, да, перед Богом он обязательно всплывёт. если есть возможность не давать, то лучше не давать. И даже когда такой возможности нет, нужно помолиться и всё-таки найти эту возможность не дать. Совершенно верно. Для того, чтобы быть, опять же, честным перед Богом и перед другими людьми, для того, чтобы вы могли сказать своему сыну или дочке или своей любимой жене, нет, я не буду давать, потому что мой Бог мне это запрещает. И таким образом, на самом деле, ваша, может быть, какая-то жертва, зуба, да, потерянного, окажется большим благословением для вас и для окружающих, потому что пока что ваша уверенность в своём Боге, да, который вы имеете. Спасибо, Руслан, за то, что он был с нами сегодня. Я надеюсь, что это не последний раз. Пусть Бог его благословит, друзья, и вас тоже, что вы были с нами. Слушайте Радио Теос. Не отключайтесь никогда. Мы работаем круглые сутки. До свидания. До свидания.